Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что блогера Даню Милохина официально призвали в армию, по крайней мере, об этом сообщают в СМИ. Все, что связано с Милохиным чудесным образом, говорят и тут же практически опровергают, поэтому не удивлюсь, если выйдет какое-нибудь опровержение. Тем не менее, пишут о том, что отец Милохина отказался принимать повестку, заявив, что сын находится за границей. Телеграм-каналы сообщают, что в теории Милохин мог бы официально сняться с воинского учета, отправив в военкомат документы такого типа, билеты, визу, трудовой договор о работе за границей, договор об аренде жилья, письма зачислений в зарубежный вуз. Вот только живет он бесплатно у иноагента Моргенштерна и нигде не учится. Ему нужно будет заплатить штраф за несвоевременное уведомление военкомата об отъезде. Принесли, вроде как, как пишут, в Анапе по месту его прописки. Насколько это соответствует действительности, не могу ручаться, но пишут об этом все. Вроде об этом говорили, что ему нужно будет военкома Савеловского района в Москве заниматься этим, потому что он снят с регистрационного учета и встал на учет вроде как в Москве где-то. Но, тем не менее, друзья, хочу сказать, что если действительно это соответствует действительности, действительно соответствует действительности, это означает, что, скажем так, движение все-таки в правильном направлении. Потому что либо покровители слили проект под названием Даня Милохин, попросту говоря, и здесь он стал среднестатистическим россиянином, обычным, я имею в виду, человеком, которым, в принципе, и должен быть. Потому что все должны быть равны перед законом, учитывая все-таки этот общественный резонанс, связанный с тем, что в призывном возрасте он не стоит на учете. Ну, вероятно, так оно и есть, как мне кажется. Потому что иначе бы никто, конечно, к нему не пришел, и у отца не возникали бы какие-то сложности, о которых он рассказывает. По всей видимости, все-таки его кураторы, люди поумнее, поняли, что прыгание в розовой кофточке уже сейчас не пройдет. Больше делать особо он ничего не умеет. Ну, еще раз скажу свое мнение, я считаю, что самое правильное, что он мог бы сделать сейчас, вместо того, чтобы болтаться из страны в страну, это приехать в Россию, получить повестку и пойти отслужить в армии. И, собственно говоря, и общество посмотрело бы на него совершенно по-иному. Да и сам бы, я думаю, он изменился в гораздо лучшую сторону в плане и мужчины, и, ну, если он себя относит к творческим людям, может быть, и что-то поменялось бы в его голове. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники. Запрещенная грамма. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Продолжение следует...